Мои дорогие братья и сестры, я благодарен за возможность собраться вместе с вами на Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы чувствуем вашу веру и вашу любовь, где бы вы ни находились. Нас назидали вдохновенные учения, сильные свидетельства и великолепная музыка. Призываю вас продолжать стремиться удостоиться возвращения к Небесному Отцу, Иисусу Христу. На каком бы отрезке заветного пути вы ни находились, вы столкнетесь с борьбой против физических испытаний земной жизни или с противостоянием сатаны. Мама говорила мне, когда я жаловался на какие-то трудности, она говорила, «О, Хэл, конечно, это трудно. Так и должно быть. Жизнь – это испытание». Она говорила это так спокойно, даже с улыбкой, потому что знала две вещи. Несмотря на трудности, важнее всего вернуться домой и быть со Своим Небесным Отцом. И она знала, что с помощью веры в Ее Спасителя ей это под силу. Она чувствовала, что Он рядом. Когда она поняла, что скоро умрет, то заговорила со мной о Спасителе, лежа в кровати. Рядом с Ее кроватью была дверь, ведущая в другую комнату. Она улыбнулась и посмотрела на эту дверь, спокойно сказав, что скоро увидит Его. Я все еще помню, как, глядя на ту дверь, представлял себе комнату за ней. Сейчас мама в духовном мире. Она смогла оставаться сосредоточенной на награде, которую хотела получить на протяжении многих лет физических и личностных испытаний. Наследие ободрения, которое она нам оставила, лучше всего описано в Маронии 7, где Мармон ободряет своего сына, Марония, и его народ. Это наследие ободрения, оставленное потомству, подобно тому, что моя мама оставила своей семье. Мармон передал это наследие всем, кто настроен пройти все испытания земной жизни ради жизни вечной. Мармон начинает первый стих в Маронии 7 со свидетельства об Иисусе Христе, об ангелах и духе Христа, что позволяет нам отличать добро от зла и таким образом быть способными выбирать истину. Он ставит Иисуса Христа на первое место, как и все, кому удается ободрить разбирающихся вверх к Своему Небесному Дому. Начало цитаты. «Ибо ни один человек не может быть спасен, согласно словам Христа, если он не вводит веры во имя Его. А потому, если все это прекратилось, тогда прекратилась и вера, и ужасно положение человека, ибо они остались, как если бы не было совершено искупление. Но вот, возлюбленные братья мои, я сужу о вас лучше, ибо я сужу, что вы имеете веру во Христа из-за кротости вашей, «Ибо если у вас нет веры в Него, вы не подходите, чтобы числиться среди народа Его Церкви». Конец цитаты. Мормон считал кротость доказательством силы их веры. Он увидел, что они чувствуют себя зависимыми от Спасителя. Он ободрял их, указывая на эту веру. Мормон продолжал ободрять их, помогая увидеть, что их вера и кротость укрепляет их убежденность и уверенность в успехе в борьбе. Цитата. И еще я хочу вам сказать, возлюбленные братья мои, о надежде. Как можете вы обрести веру, если у вас не будет надежды? И что же это? На что вы можете надеяться? Вот я говорю вам, что вы будете надеяться через искупление Христова и силу Его воскресения восстать к жизни вечной. И это благодаря вашей вере в Него, согласно обетованию. А потому, если у человека есть вера, то должна быть у него и надежда. Ибо без веры не может быть никакой надежды. И еще, вот, я говорю вам, что не может у Него быть ни веры, ни надежды, если Он не будет кроток и смирен с сердцем. Конец цитата. Затем Мормон ободряет их, свидетельствуя, что они находятся на пути к получению дара наполнения сердца чистой любовью Христовой. Он сплетает для них воедино взаимосвязь веры в Иисуса Христа, кротости, смирения, Святого Духа и твердой надежды на получение вечной жизни. Он ободряет их следующим образом. Цитата. Ибо никто не приемлем перед Богом, кроме кротких и смиренных сердцем. И если человек кроток и смирен с сердцем, и признает силой Духа Святого, что Иисус есть Христос, то должно быть у него милосердие, ибо если у него нет милосердия, он ничто, а потому должно быть у него милосердие. Оглядываясь назад, я теперь вижу, как дар милосердия, чистой любви Христовой, укреплял, вел, поддерживал и менял мою маму в ее трудностях по дороге домой. Цитата. Милосердие долго терпит и исполнено доброты, и не завидует, и не превозносится, не ищет своего, не раздражается легко, не мыслит зла, и не радуется беззаконию, но радуется истине, все переносит, всему верит, на все надеется, все претерпевает. А потому, возлюбленные братья мои, если у вас нет милосердия, вы ничто, ибо милосердие никогда не угасает. А потому, держитесь милосердие, которое превыше всего, ибо все должно угаснуть. Но милосердие – это чистая любовь Христова и пребывает вовеки. И всякий, какого оно окажется в последний день, с тем будет все благополучно. А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным последователям Своего Сына Иисуса Христа, дабы вы могли стать сынами Божьими, дабы, когда Он явится, мы были, как Он, ибо мы увидим Его таким, каков Он есть, дабы у нас была надежда, дабы мы были очищены так же, как Он чист. Я благодарен за ободрение, исходящее от примера и учений Мормона. Я также благословен наследием моей матери. Пророки от Адама до наших дней своими учениями и примером укрепляли меня. Из уважения к тем, кого я лично знаю и их семям, я решил не пытаться проверить подробности их трудностей и не говорить публично об их великих дарах. Однако, увиденное мною ободрило и изменило меня к лучшему. Рискну рассказать немного личного о моей жене, о том, как она поддерживала людей. Я сделаю это аккуратно, поскольку она не публичный человек, не ищущий похвалы и не радующийся ей. Мы женаты уже 60 лет. Она обычно не любила, чтобы я превозносил ее. Благодаря этому я теперь понимаю смысл следующих слов и выражений из Священных Писаний. Вера, надежда, кротость устоят до конца, не ищет своего, радуется истине, не мыслит зла, но прежде всего милосердие. Основываясь на этом опыте, я могу свидетельствовать, что люди могут воплотить все эти замечательные идеалы в своей повседневной жизни, преодолевая жизненные трудности. Миллионы слушающих меня сейчас знают таких людей. Многие из вас сами являются такими людьми. Все мы нуждаемся в таких примерах ободрения и в любящих друзьях. когда вы садитесь с кем-то в роли сестры-служительницы или брата-служителя, вы представляете Господа. Подумайте о том, что бы он сделал или сказал им. Он бы пригласил их прийти к Нему. Он бы подбодрил их. Он бы заметил начало необходимых им перемен в жизни и похвалил за это. и он бы для них был совершенным примером для подражания. Вы пока не можете сделать это идеально, но, слушая эту конференцию, сможете понять, что вы на верном пути. Спаситель знает ваши трудности и потребностях в подробностях. Он знает ваш огромный потенциал для роста в вере, надежде и миловленности. заповеди и заветы, которые Он предлагает вам, это не тесты для управления вами. Это дар для получения вами всех даров Бога и для вашего возвращения к Небесному Отцу и Господу, Который любит вас. Иисус Христос заплатил эту цену за наши грехи. мы можем претендовать на это благословение в вечной жизни, если будем иметь веру в Него, достаточную для того, чтобы покаяться и стать как дитя чистыми и готовыми получить величайшие из всех даров Божьих. Я молюсь о том, чтобы вы приняли Его приглашение и передали Его другим детям Небесного Отца. Я молюсь за наших миссионеров по всему миру. Пусть они будут вдохновлены призывать каждого человека захотеть и поверить в то, что это приглашение исходит от Иисуса Христа через Его слуг, взявших на Себя Его имя. Я свидетельствую, что Он живет и руководит Своей Церковью. Я Его свидетель. Президент Рассел Нельсон, живой пророк Бога для всей земли. Я знаю, что это так. Восвященное имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.